Привет, я Клиффхенгер, и это фильм «Никому не говори». Новые знакомые с курорта превращают семейный отдых в сущий кошмар. Потому что вы позволяете. Фильм начинается в движущейся ночью машине. Фары выхватывают из мрака проселочную дорогу. Вскоре транспорт прибывает в пункт назначения, и пассажиры выгружаются. Утром выясняется, что это отель в Тоскане, где проводят свой отпуск Бьерн с женой Луизой и дочерью Агнес. Бьерн замечает новенького Патрика, который вежливо интересуется, не занят ли соседний шезлонг. Вечером супруги отправляются на ужин, оставив дочь под присмотром няни. За столом, где собрались все постояльцы, Патрик встает и толкает речь. Он извиняется за ночной шум, когда они с женой и сыном приехали в отель. Позже гости наслаждаются музыкальным номером, тщательно запечатлевая моменты на смартфоны. Без постов в соцсетях отпуск не считается. Один лишь Бьерн проникновенно наслаждается песней. Днем семья отправляется на прогулку в город. Агнес теряет своего любимого плюшевого кролика, и папаше не остается ничего другого, кроме как пройтись по реверсивному маршруту обратно. Он находит игрушку на парапете и возвращается к семье. Луиза в это время мило беседует с Патриком, его женой Карин и их угрюмым сыном Абелем. Патрик восхищен, что ради дочери Бьерн проделал такой путь и приглашает новых знакомых вместе отобедать. В застольной беседе выясняются следующие факты. Луиза – вегетарианка, а Патрик – доктор из организации «Врачи без границ». Сами они из Голландии, в то время как семейство Бьерна родом из Дании. Очарованные обаянием новых друзей, дочанят тусять с ними до конца отпуска. Однако, даже вернувшись в рабочую рутину домашних дел, они про них не забывают. То в разговоре вспомнят, а то и вовсе открытку получат, где запечатлены все вместе. Патрик приглашает новых друзей в гости на выходные, посетить их в Голландии. Но Луиза не горит желанием ехать. Дни пролетают за днями в одинаковых заботах и делах. Бьерн скучает, натужно улыбаясь во время приема гостей. Однако, когда разговор заходит о друзьях по отпуску, он принимает активное участие в обсуждении приглашения. Вместе с друзьями ему удается убедить жену, что можно отправиться в автомобильное путешествие и часов за восемь добраться до дома Патрика. Поддавшись авантюрному моменту, Луиза соглашается. Вскоре семейство отправляется в путь, пересекая морские глади на пароме, а километры дорог – на автомобиле. Спустя несколько часов они прибывают в дом Патрика, расположенный в живописном лесном уголке. Пока мужчины разминаются пивком, Карин показывает Луизе гостевую спальню. Агнес на выходные определяет в детскую кабелю, где ей приготовлен матрас на полу. Гости испытывают некоторую неловкость, но виду стараются не подать. За ужином Патрик предлагает Луизе первой попробовать жаркое, совершенно игнорируя тот факт, что она вегетарианка. Чтобы не смущать хозяев, женщина пробует кусочек. Бьерн, выбрасывая мусор, любуется домом, когда к нему подходит Абель. Мальчик открывает рот, чтобы показать деформированный язык. Из-за этого практически не говорит. Позже, сидя в гостиной, гости и хозяева беседуют. Бьерн уточняет заболезнь мальчика, и Патрик говорит, что это врожденная патология. Когда наступает время ложиться спать, Агнес забирается в кровать к родителям. На новом месте девочке неуютно. Днем гости и хозяева отправляются на прогулку по красноречивой голландской равнине. Местной достопримечательностью служит ветряная мельница, рядом с которой разбита детская площадка. Агнес хочет покататься на горке, но Абель сидит внизу и мешает съехать. Девочка жалуется маме. Та просит мальчика встать, но он не слушается. Тогда в дело вступает Патрик. В грубой форме он заставляет сына извиниться перед гостьей. Поведение хозяина не слишком нравится Луизе, но она молчит. Позже женщина сообщает мужу, что ей не нравится гостить у странных хозяев. Разговор прерывает появление Карин. Они с мужем приглашают гостей в ресторан местной кухни. Однако вечером выясняется, что дети в планы не входят. Они останутся дома под присмотром иммигранта-няньки. Ужин в маленьком ресторане протекает размеренно и спокойно. Патрик даже заказывает для Луизы специальное блюдо с рыбой, которое она, несмотря на убеждения, употребляет. В процессе хозяин задает логичные вопросы. Если разведение скота плохо влияет на экологию, то разве рыболовецкие траулеры не загрязняют океаны, когда выходят за рыбой? Луиза тушуется, что ответить. После ужина Патрик и Карин танцуют. Бьерн с трудом уговаривает Луизу последовать их примеру, но в процессе местные слишком бурно выражают свои чувства, обнимаясь и лыбезаясь, что приводит к неловкости гостей. Когда приходит время рассчитываться, Бьерн предлагает разделить счет, но Патрик умело съезжает с темы и оставляет его в одиночестве платить за всех. По дороге домой Патрик садится за руль под шофе и слишком громко включает музыку. Это не нравится Луизе, она просит мужа попросить сделать потише. Водитель выключает магнитолу, но ненадолго. Вернувшись в дом, Луиза идет в душ, чтобы смыть негатив и никотиновый дым. Она слышит, как в санузле кто-то заходит и мочится, ничуть не стесняясь, что за ширмой моются гости. Ситуация ей не нравится, но забравшись в постель к мужу, женщина от избытка чувств ластится к нему, чтобы снять напряжение. В процессе они слышат, как проснувшаяся в детской дочь стучит в дверь, чтобы попроситься в кровать, но не останавливаются, игнорируя просьбу девочки. Между делом, Бьерн замечает за стеклом Патрика, который подсматривает за ними. Проснувшись среди ночи, Луиза идет в детскую проверить дочь, но Агнес там нет. Встревоженная мамаша бродит по дому, пока не натыкается на хозяйскую спальню. Девочка лежит рядом с Кариной Патриком, чья голая задница выглядывает из-под одеяла. Возмущенная женщина аккуратно забирает дочь и возвращается к мужу. Луиза будет Бьерна и требует немедленно уехать домой. Они собирают манатки и втихаря покидают гостеприимный дом, даже не попрощавшись. Тут бы кино и закончилось, но в процессе выясняется, что Агнес опять где-то потеряла любимого кролика. Луиза готова смириться с этой потерей, но Бьерн, железнобокий, не желая расстраивать дочь, поворачивает назад. Когда муж ушел искать игрушку, девочка внезапно находит кролика под сиденьем. Луиза идет в дом за мужем, который наткнулся на проснувшегося Патрика. Хозяин расстроен их внезапным отъездом и чуть ли не плачет. Следом появляется Карин. Хозяева не понимают, чем обидели гостей, и те, смущаясь, объясняют, что им многое не нравится в их поведении и кажется чуждым и диким. Хозяева опять извиняются за свои нравы и причиненные неудобства. Они просят гостей остаться еще на один день, обещая исправиться. Поддавшись на их обаяние и уговоры, Луиза соглашается. Пока дети играют, а женщины возятся в саду, мужчины едут за покупками, слушают музыку в машине. Они останавливаются попить пивка возле песчаного карьера и поговорить по душам. Бьерн признается, что ему импонирует вольный дух Патрика, который не боится проявлять чувства к жене в ресторане, громко слушать музыку и жить на полную катушку, в то время как он постоянно сдержан нормами приличия и фальшивой вежливостью с натянутыми улыбками. Новый друг ведет датчанина на берег моря, чтобы проораться и выпустить негатив. Дома они плескаются в каркасном бассейне, распивая пиво, пока женщины готовят обед. Дети предлагают показать отрепетированный танец, но Карин говорит, что лучше после еды. Хозяйка просит Агнес помочь с сервировкой стола, выговаривая ее позже, что та неправильно разложила приборы. Нарезая овощи, Луиза случайно порезалась. Бьерн просит Патрика осмотреть рану, пометуя, что тот доктор. Но выясняется, что при первой встрече хозяин соврал, он безработный, просто хотел произвести хорошее впечатление. За обедом Карин комментирует поведение Агнес, следя, чтобы та ела не только рыбу, но и овощи, а также просит не чавкать. Луизе не нравится комментарии хозяйки, что в итоге выливается в легкое напряжение. После еды дети показывают родителям танец, который они отрепетировали. Однако Абель постоянно не попадает в такт, что раздражает Патрика. Хозяин все сильнее и сильнее срывается на сына, повышая голос, даже чайной чашкой швыряет в стену. В итоге мальчик расплакался, а Агнес больше не хочет танцевать. Бьерн выключает музыку и говорит, что так нельзя. Ситуация опять накаляется. Хозяева воспитывают сына так, как считают нужным. Не выдержав токсичной атмосферы абьюза, Луиза выбегает наружу, чтобы отдышаться. Муж с дочерью выходят следом, но она просит дать ей время побыть одной. Вечером, готовясь ко сну, Бьерн чистит ванной зубы, когда входит Патрик и, ничуть не смущаясь, мочится в унитаз. Среди ночи Бьерн слышит плач Абеля и гневные крики Патрика, за которыми следует подозрительный шум. Посторонние звуки продолжаются и, не в силах уснуть, мужчина выходит из спальни, чтобы посмотреть, что к чему. Бьерн находит на первом этаже работающий телевизор. Выключив его, он слышит звук льющейся из краны воды и тоже закрывает его. Затем его внимание привлекает методичный стук, хлопающий на ветру открытой двери из пристройки. Он отправляется туда и находит склад фото и видеотехники. Но большее внимание привлекает коллекция фотографий, расклеенная под крышей. На них запечатлены Патрик и Карин с различными туристами и их детьми, совсем как открытка, что они им прислали. К своему ужасу Бьерн замечает, что на всех фотографиях рядом с хозяевами совершенно разные дети, которых объединяет одно. На лицах угрюмое выражение. Подозревая нехорошее, Бьерн возвращается домой. По пути он видит, что дверь в сарай с бассейном открыта. Он заглядывает в нее и видит Абеля, бездыханно плавающего лицом вниз. Дрожа от ужаса, мужчина крадется в дом и будет свою семью, чтобы срочно свалить. Они среди ночи садятся в машину и едут прочь. По дороге Бьерн пугается каждой машины, нагоняющей их, полагая, что за рулем сидит Патрик. Не в силах терпеть напряжение и не сообразив поддать газу, он сворачивает на проселочную дорогу. Идеальный, казалось бы, план дает сбой, когда избалованная укатанным европейским асфальтом машина намертво застревает. В этой глушине ловит сотовая связь. Заприметив неподалеку ферму, Бьерн велит девочкам запереться в машине и отправляется туда за помощью, не подозревая, что Патрик уже выследил его. Перебравшись через небольшой канал с водой, Бьерн стучится в дверь, умоляя о помощи, но никто не откликается. Тогда мужчина возвращается к машине, но там пусто. В панике он бегает по окрестностям и зовет жену, но безрезультатно. Внезапно вдалеке на дороге появляется свет фар. К Бьерну медленно приближается машина, за рулем которой Патрик. Карин с Луизой и Агнес сидят на заднем сиденье. В отличие от главы семейства, гости не подозревают о пристрастиях хозяев. Патрик останавливается, чтобы от лить и выходит из машины, оставив ключи в замке зажигания. Но Бьерна не хватает духу пересесть и угнать тачку. Они продолжают путь в ночи, который лежит отнюдь не к дому. Патрик тормозит где-то в поле, рядом с фургоном, откуда выходит иммигрант-нянька. В этот момент до девочек начинает что-то доходить. Они обнимаются в ужасе. Патрик велит Луизе заткнуться, а когда Бьерн вступается за жену, пробивает ему в нос. Подошедший мигрант открывает заднюю дверцу и удерживает Луизу. Бьерн хочет ей помочь, но несколько ударов от Патрика заставляют его поумерить пыл. Патрик держит Агнес, пока Карин открывает ей рот, вытаскивает язык и садовыми ножницами отрезает его. От вида этого действия Бьерна тошнит прямо в салоне. Изувеченную и окровавленную девочку передают мигранту, после чего Патрик ведет машину дальше, не обращая внимания на истерику Луизы и ошарашенного Бьерна. Автомобиль останавливается возле песчаного карьера, где мужчины днем пили пиво. Хозяева велят гостям выйти. Стоя перед мучителями, Бьерн спрашивает, зачем они это делают. На что Патрик отвечает, ты сам мне позволил. После чего велит им раздеваться. Жертвы продолжают послушно выполнять приказы. Затем их, в чем мать родила, отправляют вниз карьера. Испуганный, замерзший, ошарашенный Бьерн и Луиза обнимают друг друга, прежде чем женщину в голову прилетает первый камень. Она смотрит на кровь, а второй булыжник роняет ее наземь. Бьерн обнимает раненую подругу, но следующие камни попадают по нему. Обнаженная пара лежит на сыром песке, вздрагивая от попаданий метко брошенных камней, пока Патрик и Карин не убеждаются, что полученных травм достаточно, и гости больше их не побеспокоят. Оставив тела лежать в карьере, убийцы уезжают. Следующая сцена вновь переносится на курорт в Тоскане, где проводят отпуск благовоспитанные европейцы. По дороге, проложенной среди живописных пейзажей, катится автомобиль. За рулем сидит Патрик, рядом с ним жена Карин, а на заднем сидении, обнимая любимого плюшевого зайца, угрюмая Агнес с отрезанным языком, который предстоит сыграть свою роль в очаровании очередных размягших от цивилизованного общества и воспитания аморфных обывателей, лишенных инстинкта самосохранения и ярости для сопротивления. Злобные марлоки отправляются наверх безвольным элоем за очередной добычей. На этой предостерегающей ноте фильм заканчивается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова